Во всяком случае, мы могли поговорить о самой главной операции, которая проводилась во время войны. Я ее уславлял. Это внедрение ложной информации в противнику. Это без информации противника. Конечно, я сейчас буду расковать суть ее, как все это было. Но мы смогли внедрить противника в эту дезу. И в результате этого, конечно, мы смогли сохранить жизнь многих наших товарищей. Вы это очень легко рассказали, насколько все сложно. Ну, это было бы хорошо. Вообще борьбать страшно? Страшно? Многие страхи, это, наверное, естественный для человека. Но все время в страхе не возьмут. Это во-первых. Потом, ну, первые два-три дня, но в третий страх, но потом привыкаешь к этому. Это крайне замечательно. Ну, и самое главное, это, наверное, боевые товарищи. Когда ты находишься в кругу своих друзей, когда знаешь, что ты не один, тебя могут поддержать. Все это уходит потом. И ничего больше. Только дело. Самая главная работа. И сомнение того, что ты делаешь это для того, чтобы был конечный результат победы. И не добились. Вот в тот день, если вы можете вспомнить, наверняка, в какие эмоции были? Ну, часто в фильмах, в книгах можно видеть, как герои разговаривают на тему того, что вот когда я думал о доме, я думал о матери, я думал о жене, ничего этого не было. Вот это все выдумки. Вот это все выдумки. Знаете ли вас сам делать, чем жаль? Вы просто знаете, наверное, неполный. Я его знаю очень хорошо. После того, как я выполнил это задание по организации канала День Моции, меня отозвали со сочной фронтами. И к началу июня месяца я вызывал меня ухтан. Когда министр оборудован, субтан Сусами, возглавил меня к себе и сказал, что они бы оставили перед нами одну задачу. Эта задача была интересная, сама по себе. И она проводилась не в рамках нашей военной разведки, она, как это дело, в рамках объединенной оперативной бригады. Это была бригада из военной разведки и службы безопасности. В состав этой группы входили Аслан Тханья, Закан Мактуа, Борис Маклитава и Ян. Многие документы сохранились. Я думаю, в архивах службы безопасности и документов не сохранились. И мы выполнили эту задачу. И в ходе работы совместной я для себя узнал мимо своих товарищей. Я вспомнил жанья и Закана Маклитава, и Борис Маклитава. Сегодня, к сожалению, Закана Маклитава нет. Тем не менее, мы выполним. Но встречаясь вот так сегодня с Борисом Маклитавой, за сладым жаньями, мы вспоминаем эти моменты иногда. Но это время дружило нас. И кроме того, что она дружила нас, мне было неприятно, что в ходе первой пренеборной кампании столько грязи выливается одного из кандидатов в президенты. Вообще мне неприятна сама ситуация, когда категорически начинают настраиваться друг против друга. Это неизмутно, это не ясно для меня. Я не могу этого понять, потому что вчера мы вместе плечом к плечу воевали за независимость Абхазии и сегодня готовы перерывать друг друга. Не понимаю я этого. Я очень хорошо знаю, и Ромя Хасуна, конечно, президента, очень хорошо принимают нахуй. Я очень хорошо знаю и основного жанья. Знаю не только как моим их товарищей своих, но в ходе вот этого знакомства мы сумели понять возможности от друг друга. И уважая Ромя, я не могу не сказать, что Азлан какие-то моменты сделал бы лучше, потому что я знаю их. Детально поговорить о том, зачем они приезжали, для чего, что за работа у вас совместная была или все-таки нет. Я не могу это детализировать. Все. Я могу детализировать только для специальной комиссии, скажем, депутации. Она полномочная будет. Ну, так вот в разговорах, в интервью. Если возвращаться к сегодняшнему дню, я вот вижу перед вами такая красивая, яркая коробочка. Что это? Я хочу показать ее обязательно. Для меня было приятной новостью, когда я зашел к своему товарищу, тоже бывший моего товарища, коллега по военной разведке, Гарри Гупалда, когда он от Ирине, руководство республики вручил мне эту медаль. Эта медаль за победу. Для меня она очень дорога. Потому что победа для меня не просто слова. Мы делали ее вместе, эту победу. И сегодня, в течение 25 лет, получить такую награду для меня, чем высокой чести. К сожалению, то, что я говорил, в этой ситуации расколол во всех моих товарищей на главе. Но с вами-то они дружат по-прежнему уже без... Дружат, да. Но когда я в сотни, второе дело не видит меня. К сожалению, да. К сожалению, да. Но для меня все они дороги. И представители этой страны, и представители этой страны, мы все боевые товарищи, мы делали эту победу. Мы делали сегодняшнюю Абхазию. К сожалению, мы можем распорядиться с этим сегодняшним так, как хотели. Но надежда же есть на то, что... Надежда есть. И могло бы все усилие, чтобы Абхазия была бы процветающей республикой.